Теперь мы на спорте! Президентом федерации Тхэкундо ГТФ Кировской области, мастером спорта, чемпионом мира по этому виду спорта. Ничего не перепутал? Международного класса. Мастером спорта международного класса. А также Глеб Сунцов, серебряный призер чемпионата России и чемпион первенства Европы по Тхэкундо. Я рад приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте! Доброго дня! Я не ошибся, Алексей Владимирович, сказав, что для занятия Тхэкундо погода за окном не так важна. Конечно, да. Погода не так важна, потому что наши занятия проходят в комфортных залах, где хорошая обстановка, удобная экипировка, мягкие маты. В общем-то, все для нас. Но, конечно, и на улице мы тоже занимаемся, потому что общая физическая подготовка кросса – неотъемлемая часть любой подготовки спортсмена. На какой стадии сейчас находится сезон, разгар сезона, начало, окончание? Ну, на сегодняшний момент у нас небольшая передышка, так как мы вернулись с главного старта этого 2021 года, по итогам которого формируется сборная России. Это чемпионат первенства России, который прошел в ноябре месяце в городе Казани. Сейчас немножко восстановительный период, готовимся к встрече праздников. И с октября, извиняюсь, с января, с января уже усиленно начинаем готовиться, так как у нас по итогам выступлений семь спортсменов отобралось в состав сборной России. Впереди ПФО, Приморский федеральный округ, дальше Кубок России и чемпионат мира, который у нас состоится в Украине. А какой состав вообще сборной России числено? Сколько человек в сборную входит? Доквандо ГТФ достаточно такой обширный спектр дисциплин. То есть у нас есть и просто спарринги, есть спарринги с остановкой после первого технического действия. То есть это два разных, две разные дисциплины. Плюс у нас есть выполнение формальных комплексов, спецтехника, это разбивание досок в высоту, силовые разбивания, а также еще и командные виды. То есть один человек может отобраться по разным направлениям, поэтому вообще сам спектр, состав сборной России достаточно большой, он там более ста человек фактически. Тем не менее присутствие семи спортсменов из Кировской области это достаточно хороший показатель. Да, достаточно хороший показатель и один из самых высоких сейчас вот именно в 2021 году мы уже достигли этих высот. А 10 лет назад мы об этом как бы даже пока не могли мечтать. То есть достаточно такой большой рост за вот эти вот последние 10 лет. Да, да, да. Глеб, обращаясь к вам, я так понимаю, что звание чемпиона России именно получили на прошедшем в ноябре турнире в Казани. Да, именно на нем. И выступление для меня в этом возрасте 18 плюс было впервые. Я как еще молодой спортсмен, но уже достаточно опытный и даже для меня это было тяжело морально настроиться на соревнования. Именно морально, не физически? Физически всегда стараемся поддерживать форму, а морально она никогда не проходит бесследно. Всегда приходится как будто заново перерождаешься. А соперники из каких регионов страны боролись за награды и были вашими конкурентами в борьбе за золото? Ну, у нас участвовало в чемпионате первенстве более 1800 спортсменов из 53 регионов. В общем-то, практически большая часть России она была представлена. Все зависимости от весовых категорий, от категории, где выполняли формальные комплексы. Ну, основной соперник у Глеба был спортсмен очень квалифицированный, многократный чемпион России, Европы и даже мира с Архангельска. Ну, воля случая, вот такая большая нелепость немножко как бы нас немножко подвела. Мы оказались в шаге от мастера спорта просто. Ну, буквально, да, Глеб выполнял комплекс и в конце финала мы должны вернуться в ту же точку и потянуть, а он потянул немножко не ту ногу. И вот так все расстроились из судей и все-все-все. И вот, ну, как бы, была бы та нога, был бы мастер спорта в копилке Кировской области. Ну, я думаю, что это звание у Глеба не за горами и там ближайшие турниры докажут, что небольшая ошибка на чемпионате первенства России, она была такой случайной. И, соответственно, спортивное звание мастер спорта, я думаю, что от него никуда не денется. Мы надеемся на реванш в апреле на Кубке России, который пройдет в Грозном. На этом турнире, на Кубке России тоже можно получить мастера спорта. Да, да. Ну, я говорю, что... По мужчинам, да. Еще немного и спортивное звание вполне можно завоевать. А вообще, насколько можно удачно назвать 2021 год для федерации Тхакундо ГТФ Кировской области? Я считаю, очень удачный год. Почему? Потому что, первое, да, мы очень хорошо выступили на чемпионате первенства Европы, который состоялся летом. Вот только Глеб завоевал три медали, то есть в составе команды золото, серебро в личных выступлениях, бронзу в личных выступлениях. И Роман Баннов, и Дегарьев, и Катерина, много можно перечислять наших спортсменов, которые оказались вот именно в призерах и победителях. И следующее соревнование, чемпионат России, первенство России тоже об этом показали, что очень хороший задел сделан, и ребята выкладываются по полной катушке. И еще самое важное хочу отметить, что в рамках чемпионата первенства проходят фестивали, где приезжают спортсмены немножко не такой высокой квалификации и младшие по возрасту, там ребята от шести лет. Но вот мы уже смотрим, и прямо результаты радуют, потому что вот из 13 спортсменов, малышей, которые выезжали, мы привезли 8 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей. Это уже хороший показатель, что у нас достойно смена растет. Вот даже отдельно бы отметил, вот как у нас, как Глеб перешел в 18+, да, категорию, так и есть спортсмены, которые первый раз просто на первенстве России, они всегда в фестивале участвовали, и первенство России, а у нас в 10-11 лет вышли два спортсмена, Сафронов Артур и Дудин Александр. И очень большой категории, не просто им пришлось в поединках, но третьи места они взяли, и для нас это тоже показатель, это тоже результат, что в принципе наше поколение, которое подменит уже состав сборной Кировской области, оно достойно, оно не хуже будет выступать, чем нынешний состав. То есть получается не только качество, но и количество, и то, и другое получается на соревнованиях, на турнирах, правильно я понимаю? Да. Ну, достаточно редко бывает, иногда бывает, наоборот, много участников, но мало наград, а иногда бывает много наград, но, например, мало участников. В вашем случае получился такой сплав и то, и другое. Да, я еще раз остановлюсь, что громадное преимущество нашего вида спорта, что у нас не узконаправлено, то есть человек себя пробует и в поединках в одного вида, в поединках другого, и это все официальное, и ГПшное соревнование, и формальные комплексы. То есть есть, допустим, мы уже на начальном этапе, когда ребята выступают на фестивалях, отслеживаем, кому-то более удачно выдаются поединки, бои. То есть мы начинаем акцент с ними работать на то, чтобы в состав сборной Кировской области они уже выходили и акцентировались на поединках, как бы специализация своеобразная подготовки нашей школы. У кого-то больше техника. Они участвуют там и там, но акцент мы делаем туда, где они способны больше, то есть и это дает свои результаты. Вы уже сказали, Глеб, что-то хотели добавить. Да, хотелось бы сказать, что моя самая любимая дисциплина – это как раз-таки техническое выполнение комплексов. Почему? Потому что мне это очень довольно просто дается, но долгий путь был пройден для того, чтобы этого добиться. Ну, еще бы хотелось добавить, что это самая, наверное, тяжелая дисциплина, потому что здесь все зависит только от тебя. Обычно бывает, как спортсмены любят ту дисциплину, которая, не знаю, лучше всего получается, или наоборот, там, более простая. У вас же получается, что любите ту дисциплину, которая наиболее сложная. Правильно я понял? Да, люблю полагаться на себя, ну, конечно же, на команду. А что, какой элемент нужно подтянуть, вот как по-вашему? Может быть, Алексей Владимирович что-то скажет? Как старший тренер сборной, как отец Глеба, да, я скажу, для нас, в частности, вот если говорить по выступлению Глеба, мы буквально за месяц начали вот эти формальные комплексы, то есть у нас по поясам идут своеобразный набор комплексов, которые он должен сделать, чем выше пояс, тем техничнее. Спортсмен должен это все дело выполнять, соответственно, и для него это не только новая возрастная, как говорится, 18+, но и новая техническая квалификация, то есть он выступал по самой высокой на чемпионате России категории технической, это по третьим данным, черный пояс, третий дан, и комплексы, они были достаточно еще не обкатанные. Если те мы делаем долго-долго время, то здесь он как бы только аттестовался буквально и готовил, поэтому чуть-чуть не хватило опыта, вот чтобы делать это все на автопилоте. Ну, мы уже сказали, что в апреле в Грозном будет Кубок России, на нем, наверное, результаты будем надеяться. Да, мы обязательно к вам снова придем с гостью медалей. Поймал вас на слове, ждем вас в гости, но мы еще не заканчиваем. Хотелось еще поговорить о планах на будущий год, о Кубке России уже сказали. Какие-то турниры, может быть, внутри области планируются по Тхэкундо ГТФ? Ну, конечно, да, турниры планируются. У нас в году в Кировской области мы проводим пять турниров. Вот, ближайший турнир 26 декабря у нас состоится, это Кубок Деда Мороза. Это Кубок города Кирова по Тхэкундо ГТФ, на котором мы приглашаем всех новичков для того, чтобы они пробовали свои силы, мотивировались, заряжались на целый год дальше тренироваться. Вот, а дальше у нас январь месяц, мы первый раз планируем провести турнир «Панчер» называется. Хоть это и боксерское название, но оно характеризует о том, что, ну, боксер-панчер – это человек-силовик, который работает жестко сильными ударами. А мы планируем провести соревнования по силе удара среди всех наших участников на электронном оборудовании. То есть мы сейчас закупаем специальную электронику и будем с этой электроникой работать. Будет, ну, я думаю, что очень здорово. Дальше февраль наш турнир, еще один кубок области, дальше ПФО, кубок в апреле в Грозном, ну и так далее. Если честно, перед записью программы посмотрел группу школы Тхэкундо ГТФ и отметил, что достаточно много маленьких ребят занимаются в школе. То есть получается, недостатка в маленьких спортсменах у школы нет? Недостатка нет. Даже по-другому я бы сказал, у нас есть еще очень много вакантных мест в группах. То есть мы, в принципе, готовы принимать детей круглый год. А вот наша школа, я бы хотел отметить, что мы не акцентируемся только на спорте высоких достижений, а именно миссия, цель нашей школы, вот через боевые искусства, воспитывать моральное качество поколения подрастающего, причем каждого поколения, чтобы это была преемственность. Вот, пошаговая система обучения, все в нашей школе есть. Ну, за подробностями могут к нам обращаться, мы все расскажем с удовольствием. Ну, вы уже сказали про Тхэхунду в городе, а как с развитием этого вида спорта в районах? В районах Кировской области. Да, в районах Кировской области. В районах Кировской области мы начинаем шагать. Конечно, основная проблема это со специалистами, которые могли бы там работать, но мы в этом году для себя, так назвали ее, открыли школу инструкторов, где мы уже действующих спортсменов переобучаем, переквалифицируем, это раз. Плюс к нам приходят студенты с спортфака, мы тоже с ними работаем. И, соответственно, к нам сегодня, на сегодняшний день в строй уже встало еще пять инструкторов, которые с образованием спортивным. Вот, и районы области, ну, сейчас мы ближайшие, будем так говорить, зарубежья, Нижнеевкино-Дышево, Радужный-Нововятск, нельзя сказать, что не город, но как бы уже подальше Костина, пока такие. Но мы с удовольствием ждем предложения, мы готовы выезжать на самые границы Кировской области и помогать развивать наш вид спорта. Глеб, вопрос такой, я понимаю, что возраст еще достаточно молодой, и продолжаете свое выступление, но нет желания уже задуматься о тренерской карьере, как-то молодых спортсменов, начинать наставлять на путь? Все уже схвачено. Уже? Уже схвачено, да. И как успехи на тренерской? Уже четыре года, как веду тренировки, два года стажировка, а далее уже самостоятельный процесс обучения. На самом деле, вот, очень нравится даже мне, и нравится детям, это самое главное. А что сложнее, тренироваться самому или тренировать маленьких детей? Когда начинаешь тренировать сам, совсем другое понимание вообще, в принципе, технических действий, процесса тренировки, физических нагрузок, когда нужно давать растяжку, в каком возрасте можно начинать физические упражнения по отжиманиям, например, подтягиваниям и так далее. Ну, и насколько это помогает вам самому в ваших выступлениях? Мне самому очень даже помогает стимулировать то, что за мной стоят мои спортсмены маленькие, и которые за меня держат кулачки, за меня болеют. Переживают. Переживают, да. Подстегивают меня тоже на движение вперед, на успешное участие в выступлениях на соревнованиях, а также и вообще, в принципе, тренировочный процесс. А что в эмоциональном плане сложнее? Наблюдать со стороны, как выступают ваши воспитанники, или самому выходить и принимать участие в соревнованиях? Это даже, наверное, нельзя сравнить. Совсем разные ощущения. Ощущения, эмоции, переживания. Переживания за своих спортсменов. Ну, давайте будем надеяться, что ощущения и эмоции будут только самыми приятными и положительными. Тем более, впереди Новый год, а значит, новые турниры, новые соревнования. Я напомню, что гостями сегодняшней программы на спорте были директор школы Тхакундо, нунча Алексей Сунцов, он же президент Федерации этого вида спорта ГТФ в Кировской области, мастер спорта международного класса, чемпион мира, а также уже даже, не знаю, опытный тренер Глеб Сунцов, серебряный призер чемпионата мира. Большое спасибо, всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания. На спорте